Что привело Гоголя к смерти? Такая публикация передо мной. И что здесь написано? Загадочный, милый, украинский писатель Николай Васильевич Гоголь после своей смерти оставил больше вопросов, чем ответов. Автор первого в мире литературного произведения в стиле хоррор, провел всю свою жизнь в различных кошмарах. Ну, дальше читать мне неохота, что такое в стиле хоррор. Вот. И что за кошмары у него были? Ну, я стал размышлять, а в чем уже причина смерти Гоголя. И написал эссе, которое, конечно, базировалось отчасти на том, что уже раньше я думал на эту тему. Мне все время вспоминается священник, который общался с больным Гоголем, когда он находился в очень слабом душевном состоянии, потому что только слабый духом, ну, то есть утомленный переживаниями души человек способен взять и начинать уничтожать какой-то свой шедевр. Вот я написал, что смерть Гоголя в самокритичности не мог простить себе карикатур на общество. Со словом нужно обращаться честно. Слово есть высший подарок Бога человеку. Вот Пушкин подбил его посмеяться над типами, и Гоголь посмеялся. Его мертвые души – это язва и современность тоже. Милиция нескольких областей на мертвых подтасовывала улики для поднятия раскрываемости. И сколько он Чичикова не ловил и не прощал, описывая Чичикова на коленях перед начальником, он не исправлялся, он воровал опять. Гоголь понимал, что ни смех, ни тюрьма не исправят, а заколят Чичикова, он станет сильнее и изворотливее. А задача художника – лечить общество, как это делал Пушкин. Хитрец Пушкин не описал казни, что творил Пугачёв. Он описал, как благородно тот отпустил влюблённых бурчуков, невесту и жениха, что кричал ему в лицо «Самозванец!». Описание благородства лечит общество, а описание гнусного его портит. Ещё хуже портит, конечно, розовый соцреализм, который розы надевают на шеи палачам. Да и ещё хуже христианский розовый налёт на литературе, когда излишне сладко-делийным голосом рисуется Христос, образ которого, наоборот, скуп, строг и мужественен. Ну вот Гоголь убил его осознание себя, как карикатуриста, не принёсшего пользу обществу, так как польза в милосердии, а не в обличении. Ах, жаль безумно величайшего писателя всех времён и народов! Зря он себя горил и обличал. Его карикатуры были сделаны с любовью. Сердце разрывается у читателя, у меня во всяком случае, что Чичиков просит прощения на коленях, искренне и сердечно, но потом всё-таки опять обманывает и ворует. Напрасно себя Гоголь уничтожал и морил голодом. Руки приложил ещё и неумный священник. Он добавил в угрызение души писателя свои глупые, наивные, неумные представления о прогрешениях и не остановил, а подтолкнул его к могиле, как бы раскрывая ужасный грех, который он совершил своими карикатурами. На самом деле не так всё. Пушкин, Гоголь помогает понять, что такое. Из заявлений, когда человек ворует, 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 и не может остановиться. Художник думал себе всё прощать. Вот что надо было говорить священнику. Потому что художник служит Богу, своей красотой, своей самопожертвенностью. Он дал всё прощать, как всё дал на прощать тому, что искренне сказано. Но в тяжёлые минуты Гоголь слишком зачернил свой образ и умер. Голодный смерть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...